Чё это такое? Тут сралка Мэйден, котёлу Гидро, какой-то дряхлый пик, я бы его так бы обозвал. Опа, бустер на ОД, понятно, всё, приехали. Бустер на ОД, ребят, зарегался, это конечно. Теперь звание федерального гуся переходит к нему, а ты теперь ж отецкий гусь. Не уверен, что это понижение, если честно. Вообще не уверен, при том. Да, это ликан какой-то. Блин, ну линия, если это линия котл-ликан, то линия дерьма, конечно, максимально. Не звучит как что-то угрожающее. Звучит как что-то качающееся, но при этом даже это, не до конца точно, что это, качаться они там будут. Потому что у них вообще ничего нет, ни станов, ничего. Их просто могут даже и убивать легко. Что я скорее предположу, что это всё-таки медовый котл будет, и с ликаном на сложную, какой-то другой герой. Только какой? Ну, типа у Гидра Ласт Пик они могут решить там, чё куда, в самый последний момент. Ну, правда, они и так знают, что ОД в миде. Чё тут решать-то уже? И так всё понятно. Там HellRaisers был какой-то... Опа! Кстати, ну вот я буквально только сейчас сказал, что как бы известен игрой на хардкерри, а не на семи всяких корах, и ему берут на эти сталкера. Неожиданно. То есть как бы получается, что HellRaisers без керри играют, по факту. У них как бы три семи кора ОД сталкера и бруда. Потому что, ну, понятно, как это работает, что эти герои, они хороши в мидгейме, с определенным набором слотов. Они теряют, конечно, как правило, потенциал свой к лейту. Ну, надо просто в мидгейме захватить супер преимущество такое солидное, чтобы потом уже досноуболить и в лейте тоже победить за счет большего количества слотов. Просто элементарно. Посмотрим, короче, как это всё дело сработает. Я напомню для всех, кто не в курсе, Гидра это на данный момент команда достаточно опасная в ДПС. Она идет на четвертом месте, у нее счет 2-2, у HellRaisers, конечно, 4-0. Но если вдруг, ну, Гидра это такая команда, которая отжимает карты у Тундры, там выигрывает, в принципе, аутсайдеров довольно... Ой, не у Тундры, блин, у Спирит. Выигрывает легко у аутсайдеров всяких разнообразных. Так что с ними я бы не расслаблялся. Есть такая история. Так, Ворик 86 ранг, Эпидюрар 93 ранг, Клауд 223, Лефитан 500, Камия 22, Соло 211 ранг, Етака 18, Мейро 78, Антарес 71 игрок в мире и Рамзес 244 ранг. На мейне, не руинить там людям игры, тренируя. Вот, плюс на супер-хай ПТС игры ищутся порой по 40 лет, потому что просто не с кем играть. Ну, как бы, то есть Дота пытается найти тебе соперника. Вот у тебя, например, ранг топ-10. Дота тебе пытается найти соперника где-то из, ну, диапазона от первого там до 50-го ранга. А одновременно с тобой ищут 4 человека игру, как бы. И в итоге Дота очень долго ищут, увеличивает радиус. В итоге она тебе все равно дает этих самых четырехсотников в игру. Но ты при этом ждал, пока эта игра найдется, там, не знаю, 20 минут. 0-0 счет тем временем, но вот и ФБ, кстати. Да, я хотел сказать 0-0, но Ашеры ведут просто на всех коридорах очень сильно. А теперь еще и ФБ. Ёп твою мать! Ну, вот это вообще выглядит страшно, да? Ну, окей, на мажоре они вышли из группы, там, заняли какое-то 12 место или какое. То есть это хороший результат. Но это как сенсация была. Да, ну, нифига, они, типа, молодцы, там. Обыграли Бэтбум. Ну, они обыграли Бэтбум, кстати, поэтому они и вышли, да? Ну, вот это и была сенсация, что, типа, обыграли Бэтбум и вышли. Ай, блядь. Мантуешь купи потом, нахуй. Манту, Эктарин. Опа, ультимейт от Рамзеса, ёбка пошла. Клауда так просто не убьешь, у него шлем железной воли. Ну, правда, тут со всех сторон оппоненты, поэтому получается убить. Рамзес тут завис над ёлкой, и я думаю, что... Лол. У Рамзеса, сколько он игр в жизни сыграл на героя вообще? А-а-а. Это очень странно, так никто не качается, если что, на сталкеры. Как он. Вообще, и Саленс иногда берут, но Саленс, как правило, попозже берут. Так, камень, оп, подпрятали ультимейт от УД, он ещё вроде жив, но нет, показалось, на самом деле он мёртв. Не, тут, забей, не на что смотреть. М-м-м, камень. Кусает Миро. Пошло Торнадо. Пошёл Метеор. Лучшая перо под ребро, чем тиммейт Миро. Камень. Кетока. Опасно. Рядом Соло. О, это Коттл, он дует. Коттл будет дуть, Коттл будет дуть, но Мекка работает. Или что это было? Какая Мекка? Как они подхерялись? Вы что, задроты? Это были стики всего лишь, походу. Не хватает демиджа убить никого, к сожалению, здесь. Мужкам из Гидро. Если в каждой игре собирают Метеоры, значит ли это, что у профессиональных бекеров Метярис? Да. Значит, именно это, это и значит. Ворик забирает ещё один фраг. Ну и, в принципе, надо отдать должное Гидре, они огрызаются, как бы, да? Вот. И с этими предметами, знаете, сталкер, он именно ебало отрывает нахер вообще. Ну, типа, армлет и сабля на сталкере. Ты просто летишь и отрываешь ебало. Ну, с шардом, соответственно, это работает, чтобы там, ну, кормлет юзать беспрепятственно постоянно. Юзая шардик, подхиливаясь. И, ну, и БКБ, соответственно, чтобы ты мог драться. То есть, всё то же самое. Побежал куда-то Рамзес. Побежал куда-то вниз Рамзес. Ну, а, кстати, могу сказать, что Рамзес, ну, он реально неопытный Найт Сталкер. Ээээ, вот. Я уверен, ни один чел, который много играет в Найт Сталкере, так бы не прокачался. Ну, типа, Криплин Фир в три, а пассивка тоже в три, то есть пассивка не замакшена. Это супер тупо, потому что пассивка — это скорость твоего фарма, как минимум. То есть, ты её юзаешь всегда, когда ночь, она всегда активна. Её нужно как можно быстрее замаксить, потому что она активна всё время. Скиллы ты можешь юзать, а можешь не юзать, а пассивка всегда работает. Найт Сталкер, ульт подрубает, и инвокера убивают. Сталкер дальше полетел из Дюрара. Очень долгая колба, четвёртая, да. Что-то колба, это вам ни хер моржовый. Алё! Шмотка! Ну, конечно, мы же миллионеры, блядь, да? Пять пожора выиграл, шмотки нахуй не нужны. Раскидывать будем. Угу, ещё шмотки какие-то. Повылетали. Девять тысяч на девятнадцатой минуте. Дот плюс, конечно, скептически уже относится к этому. Хотя изначально Дот плюс была всецела за Гидру. Нравился драфт или чё, не знаю. Ну, мало ли. Бездушную машину понять тяжело. Но Клауд, всё, выгреб. Выгреб здесь. Всё, его кентавр выгребает тут же. Там какие-то атака снизу, чё-то качается. Они просто контролят карту, не встревают в какие-то драки говна. Всё делают аккуратненько. И у них как бы всё работает. Всё. В такой ситуации ты не можешь это камбэкнуть. Блин, три-два-два не будет, ребят. Бездари фраг отдали. СКА. Ну всё, тогда просто ливайте. Дальше нет смысла смотреть. Блин, за Соло гоняется Шишка и два Волка. СМОК! А, Лёшка опытный. То есть, как бы не то, что даже слишком легко. Выглядит как будто бы противники, это даже и никакие не противники. Это как будто бы, ну, зашли какие-то бустерки, задроты. Целые пати в какой-то паблик на 5000, блин, ММРа ниже своего. Ну и просто ебут каких-то челов. Они что-то пытаются, они вроде что-то стараются. Они что-то пыхтят, пердят. Но нет даже намёка на сопротивление какое-то. Летает Найт Сталка, просто 10-0. Всех убивает за два удара. Вот ты говоришь, хорошо в доту играешь. А ты знаешь, как зовут Кентавра? Ну знаю. И чё? Слушай, если бы я не знал, как Кентавра зовут, то мог бы я вообще заикаться о том, что я хорошо в доту играю. Тут смотри, что творит этот Клауд на Бестмастер своём. Ярослав, как определить счёт по моментам, в которых игра была проиграна? Может, попросишь Габена добавить это в интерфейс? Было бы здорово, если бы он добавил, конечно, так Ками уходит здесь в ультимейтером. ЗС БКБ, гонится с Дюрарой, ворок уже погиб, Пуками аганим они... Ай, у него есть, аганим, зато... Слушай, он выпрыгнут отсюда. Он во второй ультимейт шардовый спрятался. Ну, убежал, типа окей, не сдох. Ну да, вот я это и хотел сказать. Ну не сдох, а толк-то... Ну как бы, просвета в этой игре не видно вообще никакого. То есть, просто забей. Да. Если честно, ожидал от этой игры, ну... Борьбы. Ну, ладно, это первая карта, может, на второй какая-то борьба получится. Наверное, не стоит пикать котла на третий пик, в принципе. Там было, блядь, пиздец. Просто в доту-то. Ой, блядь. Я Ярослав, я пришел культурно выпивать бар, а потом бухать вечером дома. Стрим же сегодня долгий. Да, это все так. Стрим сегодня долгий. Мы сегодня в час ночи по Москве еще Даньку собирались посмотреть. У меня это два часа ночи будет. Тут Данька против Догчамп. Догчамп это команда, где играет Санлайт. Короче, битва там, ребят, серьезная будет. Где-то там умирают курьеры, что-то происходит. Ой, вернули Дюрару. Вернули, развернули. Забавный тут замес на легкой линии. Эти долончики против пеньков борются. Долончики вроде посильнее немного, но их поменьше, чем пеньков. Пеньки сукмасой давят. Опа. А как это вообще возможно, простите, на первом уровне? XMark The Spot. Чего? Просто руками забили под пенисом, да, Клауда? Здорово. Лон. Можешь, пожалуйста, поздравить моего друга Яна Сириова с днем рождения? Ему исполняется 16. Так, Ян, знюхай, знюхай, Ян, знюхай, 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 знюхай тебя, Ян, давай. Опа. Что Рамзес как-то погиб. Нелепо. Бывает. Че в миде у нас происходит? В миде Кетака Эллиниусу выигрывает. Но оно и неудивительно, это же бустер. Так. Блин, Сол тут застрял, но выживает вроде. Да, бустер в миде, ребят, трахает. Если стаки какие-то для бустера, ну, какие-то делаются уже. Вообще, для Templar'ки очень важно делать стаки. Как бы основополагающий геймплей, что ли, за Templar'ку. Ну, точно, как бы вместе с Templar'кой в команде. Надо наделать стаков, и тогда Templar'ка разъебет. Рамзес, ой. Ай. Бэк ту порт. Правда, Лефитан тоже сдохнул, он даже специально отдался. Он, наверное, мог бы убежать сейчас и не умереть. Но у него не было ни хп, ни мана. Ему проще было здесь отдаться вышке, чтобы фулловом появиться. И, возможно, забузить какой-то боттл, например. Которую не стали фиксить. Ну, до сих пор не фиксят, как бы. Ну, потому что как-то стало фишкой, и все. Что эффект регенерации фонтана, он еще сколько-то там времени на героя, после того, как герой с фонтана ушел, висит. Я не помню, сколько времени, но сколько там, секунды три, наверное. Вот. Это, как бы, в принципе, так сделано специально. Но вот то, что этот эффект при этом заполняет боттл, об этом вряд ли кто-то думал, но так это работает. И ты такой прилетаешь, как бы, с фонтана, тебе против твой дружани боттл дает, и он у тебя заполняется. Внутри тебя, как бы. И ты его перейдешь обратно. И вот так вот вы кайфуете, как бы, вдвоем. Это обуз боттла. Ну, я, типа, думаю, что большая часть людей и так в курсе, о чем речь. Но всегда есть люди, которые на самом деле не особо в курсе. Я иногда, мне кажется, иногда вполне здравым объяснять какие-то простые механики, если кто-то спросил. Потому что... Это только тем, кто всю жизнь в доту играет, кажется это суперочевидным. А кто-то, может быть, полгода только там смотрит, вообще ни разу не играл, вообще не понимает, о каком абузе, какого, блять, боттла речь. Идет, так сказать. Не, ну вообще, объективно говоря, первый герой это была Луна, которая стакала сама себе доминатором. Но я имею в виду немножко не то. Я имею в виду именно, как бы, в любом смысле, стратегию игры с миды на этом строили люди. То есть Топ-Ларк идет выигрывать мид, ей еще стакают лес. Она выигрывает у крипов в лесу, помимо прочего. И покупает себе быстрый там какой-то дизолятор блинк. Идет, ебет всю карту, выигрывается игра. Да, и тут почти дизоль. То есть Дрэгон Лэнс дизоль. Потом, наверное, будет БКБ. Тут можно без блинка обойтись в этой ситуации. Потому что, ну, он решил Дрэгон Лэнс купить. В каком-то смысле это для Топ-Ларка такой полузаменитель блинка. Она с раскачанными блэйдами и Дрэгон Лэнсом получает такой рендж. Как будто бы она просто обыкновенный ренджевик. Ей уже можно и без блинка играть. Она просто бьет, как обыкновенный ренджевик с большого ренджа и все. Убили там где-то Фуриона. Здесь какая-то просто ебалово происходит по всей карте. Вот уже Дюрару бьют. Пенис в него накинули. Мека у Миро, у Чена. Форстаф ланируется. Все купил хедреску. Возможно, думал, может быть, Мекку. А потом вспомнил, что у него и никому Мекку покупает. Ну, а может быть, просто купил хедреску. В принципе, почему нет? Вот крипы регенятся. Так вот тут вернули-развернули. Лифита, но не очень удачно получилось. Замедление по нему. Не понимает гидр вообще, что им делать, по-моему, в этой игре. То есть они как бы присутствуют в ней. Так, здесь у нас Лифитан спрятался. Под птичкой Бестмастера. Так, покатился у нас Тусик. Прикатился в Соло. Закрыл его. Но тут, правда, все в оппонентах. Где находится команда при этом, его не очень понятно. Пытаются здесь Мейро убить, который немного заблудился. Убили Мейро. Что-то он тут забаковал немного. Далековато зашел. Учитывая, что у него вся тема не тут. Лифитан заметил. Рамзе сгодится за ним. Хочет на Иксана садить. Возвращают Лифитан назад. И тут Лифитан уже понимает, что ничего лучше, чем побежать на базу к противнику, не остается. Я скажу, что лучше. То есть, в принципе, ну как бы если ты по-любому умираешь, то хотя бы скиллы заюзаешь, что ли. Вот эти вот все. Хоть дэмэдж нанеси, а не просто бегай. Но, в принципе, разница невелика. Если бы он что-то и понажимал, толку бы особо не было бы от этого все равно. Есть дезолятор у Киатаки. Бринку он все равно, кстати, будет покупать себя. После вот этих всех предметов. Можно пойти на Рошана, да. Войнот. Три шишки? О мой бог. У Соло три шишки, ребят. Да, большое количество шишек, между прочим. Уже две. Нет! Одна шишка! О боже! Соло не жалеет шишки свои. А у меня... Нет! Последняя шишка! Минус все шишки, ребят. Большая проблема. Ярик, привет. Давай. Яна и Дана. Давай, давай. Да тут не то, чтобы бустер хорош. Просто он фармил эншей. А бонусом пришло три чара равно. Давай, давай. Просто акция пак плюс три. Ребята, вовремя используйте бонусы. Хе-хе. Все правильно. Опа. Кто пиздел? Не, ну так оно и есть. То есть, ну что? У чела оверфарм, оверлевл и так далее, он просто убивает героев, которые к нему сами приходят. Это есть такая история. Ничего ты не попишешь с этим. Однако, мистер фурион там тоже накачивается хотя бы камя. Он же дрим. Ну, правда, пока не выглядит все прямо уж так уверенно. Ну, будет сейчас у него глейпнир. Ну, не сказать, что глейпнир это предмет, который, ух, бля, все меняет. Также его там темпларка в целом-то поломает через колено. Помню, там у меня был какой-то перевод непонятный от седьмого волка мультимедиа или типа того. И там была такая, ну там типа много какой-то непонятной херни говорилось. Типа, все-таки непонятный перевод. Но там очень странным голосом постоянно говорилось «Изготовлен ядовитый газ!» И там какие-то мины-ловушки, когда ты делаешь. Ой, мины-вонючки, точнее, делаешь. «Изготовлен ядовитый газ!» И там какой-то жнец прибыл. Ой, Дюрара, погибает Дюрара. Покатился корабль Ворика. Ну, Ворик отпрыгнул. Какая атака здесь, бустер? Бустит активно. Ворик вроде свалил. Ой, Лефитану заметили, кажется, блядь. На, бум-бам. Ёбдороот. Чем больно? Ультимейт Покеатаки байбекается Лефитан. Рамзес кого-то пытается поймать на Х. Кого-то поймал, непонятно. Кстати, мне 33, я знаю, что ты не любишь левых червов, но если ты будешь в СПБ, то я был бы рад увидеться. Уэзли 001 пиши в телега. Буду рад кальян вместе опробовать. Сейчас тебе все напишут в телегу. Я всю жизнь была мидером. Условно это все. Все эти позиции, роли и бла-бла-бла. Это в доте все очень условно. И этим она и классная игра. В свое время она была еще более условная. Это сейчас практически запрещено. Ебать тут хороший какой-то колотный ирой. Его не смогли убить. Киатака, Кайми убивает. Байбек от Чена. А это педаль соло? Нет. Только вроде избавились от этой болезни. Ну нахуя он ее вжал, ты педаль. В принципе-то можно было и не байбекаться. Только избавились от этой болезни. И все равно педаль прожимается иногда. В доте все-таки нет таких настолько суровых привязок. Можно варьировать. Можно встать триплой. Можно встать еще как-то. Можно свапать роли там даже внутри игры со временем. У тебя может саппорт стать кором. Ну иногда, да, там такое происходит. И это прикольно в доте на самом деле. Забыл сказать спасибо за твой труд. Раньше не ценил, когда ты был комментатором. А теперь только тебя и смотрю. Ты молодец. Так держать. Спасибо за контент. Всех поздравляю. Прыгает киатаку. Убивает одного. Убивает второго. Убивает третьего. Четвертого. Пятого. Ну ладно. Пока только двух убил на самом деле. Антарес тут вперед пошел. Не боится. Когда орга штрафовала чувака за то, что он не тот артефакт купил в подарок. Ну, насчет там этого, Бен, тут ебут с запасом. Реально ебут с запасом уже до фонтания, блядь. А, рэмпадж для киатаки. Рамзес пошел, затанчил, чтобы рэмпадж киатаки отдать. Красиво, красиво. Бустер, ёпт. Забустил. Как думаешь, почему сейчас не флексит Керри в мид? Как раньше Рамзес на мид бруды ходил. В смысле? Что сейчас не флексит Керри? Ты смотришь игру. Ты смотришь игру, где Керри в миде стоял. На тембларке. Музыка.